Привет, друзья! С вами Гринланд. Сегодня у нас обзор двух классных мини-фигурок из вселенной Терминатора, а конкретнее эти персонажи пересекались в фильме Терминатор 2. И если вы не смотрели этот фильм, то я его рекомендую к просмотру. Это очень крутое кино. Такие Терминаторы были и во второй, и в пятой части, поэтому вы как бы вольны воспринимать их как хотите. Возможно, кому-то нравится пятая часть, окей, всё нормально. Но это не моё. Моё, а это всё-таки вторая часть. Эти фигурки фирмы Мегаконстрактс выходили они в серии, которая называется Герои, а конкретно Герои третья часть. Упаковка одновременно очень красивая и простая. Тут представлены фигурки в прозрачных блистерах, их название, название серии, и всё выглядит довольно-таки круто. С обратной стороны много текста и другие представители этой серии. Давайте же будем уже распаковывать этих двух бравых парней. В упаковке, кроме своих фигурок, их аксессуары, детали подставки и небольшие вкладыши. В вкладышах видим инструкцию по сборке самих фигурок, которые и так уже собраны, также по сборке подставки. С обратной стороны у нас просто представлены все Герои третьей серии Heroes от Мегаконстрактс. Подставки представляют собой вот такую простую конструкцию, которая собирается, таким образом, чтобы вот эта прозрачная красная деталька была сверху у нас. На подставках есть надписи на этой Т-800 Охранник и Т-800 Guardian. На второй подставке, соответственно, надпись Т-1000, она какая-то потёртая, поцарапанная. Не знаю, задумывалось ли так или мне досталась просто такая какая-то копия. Начинаем обзор, конечно же, со Шварца. Всем известно, что первую роль Терминатора играл Арнольд Шварценеггер в первом и втором фильме. Дальше уже там были какие-то вариации, конечно же, дальше он уже там оригинальный Шварценеггер не играл, но эта фигурка закошена от Шварценеггера. Вот так она выглядит. Одет этот парень во всё кожаное. У него кожаный куртяк, кожаные штаны, такие чёрные бутсы. Тут у него на лице, видим, прослеживается часть его металлического скелета. Это искусственная кожа ободрана, видимо, он уже побывал в бою. Также вот этим металлическим скелетом представлена его правая рука. Левая рука обычная, похожая на человеческую, с такой кистью цвета кожи. И с рукавом куртки. У обеих фигурок стандартная мегаблоксовская артикуляция для мини-фигурок, которые являются коллекционными. У них вращается голова, у них гнутся руки в плечах и в локтях. И, конечно же, вращаются в кистях, вращаются в поясе, в тело. Ноги в тазобедренных суставах сгибаются, в коленных суставах и голеностоп у нас неподвижен. Обе фигурки представлены вот такой вот артикуляцией. Из аксессуаров у нашего Т-800 вот такой вот шотган, дробовик, который он носит с собой для того, чтобы отстреливать врагов, отстреливать тех, кто хочет причинить зло Джону Коннору. Дробовик вот так удобно размещается у нашего героя в руке. К сожалению, у него нет пальца, чтобы нажимать на курок, потому что он фигурка от Мега Констракция. И, конечно же, учитывая свою крутую артикуляцию, фигурка может у нас вот такую позу принимать, как будто наш Шварц перезаряжает дробовик. И выглядит это очень эффектно. И вот так можно разместить его на подставке и поставить к себе на полку, дополнив таким образом свою коллекцию. Т-1000. Т-1000 был терминатором, который может принимать любую форму. Он был из жидкого металла. Таким образом, он мог делать из своих рук ножи. Он мог принимать обличие разных людей. И в своем оригинальном виде он выглядел вот таким вот серебристым парнем. Тут он представлен в полицейской форме. Изначально во втором терминаторе его играл Роберт Патрик. И, насколько я припоминаю, убив одного из полицейских, он принял его форму, принял его обличие. И таким образом был представлен в фильме в большинстве хронометража. Видим тут прикольные детали полицейской формы. В виде полицейского значка над левым карманом, собственно, этих карманов, пуговиц, короткого рукава, штанов с пряжкой и обычных таких ботинок, таких же, как и у Т-800. Еще у нас в наборе идут вот такие вот две штуки. И эти штуки для замены рук нашего персонажа. Сейчас я вам покажу, как это все происходит. Такими штуками он, если помните в фильме, в лифт собирался там, где Т-800 и вместе с Джоном Коннором прятались, убегали от него. И, кажется, за машину держался. Ну, короче, он превращал свои руки вот в такую вот хрень и ловил своих жертв. Вот, значит, ребят, так он выглядит без кистей. Очень много времени у меня ушло, ну, не знаю, минуты три, наверное, я ковырялся, чтобы оторвать его кисти. Очень неудобно это сделано. Пальцами хватать вообще неудобно. Ну, короче, сейчас посмотрим, как будет выглядеть прицепление нам наших вот этих вот штук. Насколько оно будет удобно. Также, видите, не очень приятно. Ну, вот, но легче, конечно, легче это вставлять, чем вынимать. Вот, наконец-то, когда прицепляешь, вот так он выглядит. Вот такие у него две штуки, которыми он может хватать своих жертв, своих соперников, и убивать, резать, рвать, кромсать, сбрасывать, разрывать на кусочки. Смотрите, как прикольно можно его позировать, как будто он кого-то догоняет, размахивая своими вот этим крючем. Вот такие две фигурки по вселенной терминатора мы сегодня с вами посмотрели. Мне фигурки понравились, нужно будет с ними какую-то фотосессию организовать прикольную. Кстати, свои фотки с фотосессией подобных фигурок и, конечно, черепашек я выкладываю в инстаграме. Если вы не подписаны на мой инстаграм, welcome, прошу подписаться, ссылка будет в описании. А на сегодня это все, с вами, как всегда, был Гринлунд, кавабанга, чуваки, пока-пока.